Мусорят неизвестные, а разгребают муниципалитет. Уборка каждой несанкционированной свалки районному бюджету влетает в копеечку. Наводить порядок в спасзаулке тоже будут за счет муниципалитета. Но авторов помойки все-таки вычислят. Надзорные службы приступили к служебному расследованию. Тему продолжим в сюжете. Сразу две мусорные ямы отравляют жизнь жителям спасзаулка. Они появились полтора года назад на границе с соседним Головково, после того, как развернулось строительство коттеджного дачного поселка. Местные жители уверены, нечистый дух несется из домов богатых. На это указывает строительный мусор. Люди беспокоятся за свою жизнь. Свалка несколько раз горела, и пламя могло запросто перекинуться на жилые дома. Мы вообще боимся, что все это будет перерастать еще в большие масштабы, что это будет уже скоро выше деревьев в свалке. Вот они уже в половину роста деревьев. Что дальше будет? Только расти это будет. Уследить за кем-то, поймать кого-то. Мы вот даже здесь дежурили, когда вот эти вот шины. Мы здесь думаем, кто-нибудь подъедет, но невозможно. Раз, еще одна куча, раз, еще одна куча. Мы не могли поймать ни одну машину. Поймать за руку действительно сложно, но вычислить авторов свалки реально, констатирует надзорная служба. Специальное расследование началось. Первые в списке подозреваемых действительно СНТ. Управления будут детально выяснять, куда дачники вывозят мусор и с какой организацией заключен договор. А вот убирать помойку придется городской службе благоустройства. За счет муниципалитета, естественно. Земля муниципальная, по большей части. Она не прилегает к СНТ. Да, там подходит дорога, но земля муниципальная. И, скорее всего, конечно, чем вот это вот плохо, что это ляжет на плечи муниципалитета. Хотя эти деньги можно было пустить, ну, на какие-то более нужные вещи, там, строительство дополнительных элементов для детских площадок, еще для чего-то. А придется, скажем так, тратить деньги на вывоз мусора. Марина Анциферова, Евгения Цветкова, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин